Всем привет! Сегодня мы поговорим на тему одноклассники. Возможно ли там найти заказчика? Как-то я уже упоминала об одноклассниках, но сегодня хочется остановиться на этой социальной сети поподробнее, потому что уже просто накипело. Я регистрировалась там давно и сделала я это, потому что я могу найти там некоторых своих родственников, которых нет в других социальных сетях. Кроме того, конечно же, я думала о том, что, как и другие социальные сети, одноклассники помогут мне найти заказчика. Я выложила там небольшое портфолио, из которого понятно, что я художник и рисую на заказ. И как я уже писала, за все время моего пребывания на одноклассниках мне оттуда не пришло ни одного реального заказа. При этом все самые долгие, самые бесполезные переписки с заказчиками происходили именно там. У меня есть такой принцип. Я отвечаю всем вежливо и подробно, даже если по моим прогнозам тот, кто пишет мне, он не будет моим заказчиком. И иногда, к сожалению, такие переписки отнимают массу времени. Из некоторых сообщений вообще невозможно понять сути, настолько неграмотно они написаны. Я разделила всех людей, которые обращаются ко мне через одноклассников на три типа. Первый тип это дети, которые хотят, чтобы их нарисовали бесплатно. Второй тип это мужчины, которые хотят познакомиться и для этого используют как предлог заказ портретов. И третий тип это люди, которые действительно хотят заказать портрет, но при этом они это хотят сделать на совершенно каких-то нереальных условиях, которые мне не подходят. Что касается первого типа, это дети. И может быть мне так не везет, я не знаю, но мне попадаются очень наглые дети. Общение происходит исключительно на ты. Очень сложно сохранять терпение, общаться вежливо, чтобы никого не обидеть. Ну я, чтобы себя успокоить, стараюсь списать все на то, что ребенок, ну иногда, правда, 16-летний, никогда не зарабатывал денег и не может понимать, что за любую работу нужно платить. Ну вот пример подобной переписки. Вот мужчины, которые хотят познакомиться и используют для этого портреты, меня особенно расстраивают. Это самый печальный вид заказчиков. Потому что очень жалко времени, потраченного на консультации и на разбор их сообщений, потому что именно их сообщения бьют все рекорды неграмотности. Похоже на случайный набор слов без каких-либо знаков припинания. Ну и исключая, конечно, смайлики. Вот не знаю, смайлики ставить умеют все. Разобраться в этих сообщениях очень непросто. И они очень часто пишут по ночам, что тоже очень неудобно. После таких переписок остается очень неприятный осадок. Особенно в те времена, когда заказов нет, ты нервничаешь, теряешь время на человека. И в конце концов оказывается, что он просто хотел познакомиться. А вот третий тип людей, это люди, которые действительно хотят заказать портрет на одноклассниках, это огромная редкость. Но и они меня тоже расстраивают. И что типично для них заказать, они примерно хотят одно и то же. Это портрет в масле, портрет всей семьи, чтобы на фоне природы, с какими-то невероятными деталями, чтобы была видна их фантазия в этом портрете отражена, чтобы все было в багете, бесплатном, обязательно в багете, с бесплатной доставкой. И формата там метр на полтора приблизительно. Ну и это, естественно, все без предоплаты. Кроме того, эти люди уверены, что 3000 рублей я беру за любой портрет. То есть со стороны заказчика я чувствую тотальное непонимание. На групповой портрет в масле иногда уходит несколько месяцев. Разве я могу работать несколько месяцев за 3000 рублей? И пишут это взрослые люди. Они что, на какой-то другой планете живут, где в магазинах все раздаются бесплатно? Все эти люди, ну может не со зла, конечно, делают одно и то же. Они наплевательски относятся к моему труду и к моему времени. Для того, чтобы сэкономить свое время и силы, и нервы на переписке, я написала статус в одноклассниках о том, что больше не принимаю заказы. Ну посмотрим, поможет это как-то или нет. Короче, для меня одноклассники это самое бесполезное изобретение человечества со времен изобретения домашней шашлычницы. Ну все, высказалась. Кажется, полегчало. Всем спасибо за внимание и всем пока! Самое бесполезное изобретение человечества со времен изобретения домашней шашлычницы. Некоторые сообщения вообще похожи на случайный набор снов. Ну да, снов.